Дорогие друзья, наш первый мед, первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Академика Павлова уже более 100 лет называют городом здоровья. Это действительно так, потому что здесь из года в год тысячам людей выполняют сложнейшие операции, выполняют сложнейшие методы диагностики и лечения, производят сложнейшие современные вмешательства. И все это, безусловно, создает образ города здоровья для жителей Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального оборудования. В то же время это осуществляет огромная армия современных, высокопрофессиональных, умных, интеллигентных профессоров, доцентов, академиков, которые воспитывают тысячи и тысячи студентов, которые будут врачами и придут на смену нынешнему поколению. Все это сегодня должно выполняться в условиях, когда всем своим видом и физическим, и эмоциональным, и духовным мы должны олицетворять пример того, как должен жить современный человек. Он должен прекрасно, эффективно, умело трудиться, он должен уметь сочетать режим труда и отдыха, он должен уметь эффективно отдыхать, он должен уметь заниматься физической нагрузкой, он должен уметь трудиться над созданием положительного образа своего и вокруг себя коллег. И вот именно это и является современным стилем здорового образа жизни и олицетворяет лучшие европейские качества, которым всегда отличался Петербург. Успеха нам на этом пути! Самая главная заповедь здорового образа жизни можно обозначить одной простой поговоркой «в здоровом теле здоровый дух». И я хотел бы как раз немножко рассказать о том, что такое здоровый дух в нашем университете. В первую очередь, конечно, это учеба. И на сегодняшний день для наших студентов созданы все необходимые условия для того, чтобы был здоровый дух. Это и современная библиотека, это прекрасно оснащенная аудитория, это широкополосный доступ в интернет, это электронные библиотечные ресурсы, это прекрасные музеи, это анатомические музеи, это музей биологических препаратов. Ну и, конечно, главное в здоровом духе – это сила традиции первого меда. Это 115-летняя школа хирургии, терапии, 115-летняя школа стоматологии. Это все формирует у человека желание становиться таким же, как их учителя, становиться, быть похожими на своих предшественников, учиться у самых лучших, у тех, чьи фамилии значатся и на мемориальных досках, и на учебниках. И тогда у нас появляется желание быть здоровым телом. А уж для здорового тела у нас созданы все условия. Современные спортивные залы, замечательный учебно-спортивный комплекс, загородная база для занятия спортом – все это делается для того, чтобы наши студенты могли быть и здоровым душой, и здоровым телом. Воспитание культуры здоровья реализуется через различные институты, в частности, научно-образовательный центр профилактики здорового образа жизни, через институт кураторства, через молодежные организации, профсоюзная студенческая организация, студенческий совет, студенческий актив общежитий, волонтерские организации. Наши студенты в течение многих лет принимают активное участие в различных мероприятиях, посвященных здоровому образу жизни. В частности, участвуют в соревнованиях разного уровня, начиная от межвузовских до всероссийских соревнований. В конкурсе «Здоровая Россия» мы принимаем ежегодное участие, начиная с 2010 года. У нас очень развито волонтерское движение по здоровому образу жизни. Волонтеры, стоматологи в различных детских домах, школах проводят уроки здоровья. Мы проводим очень много акций по борьбе с табакокурением, профилактикой СПИДа, наркозависимости, с негативными социальными явлениями. Мы большое внимание уделяем всем компонентам здорового образа жизни. И здоровому питанию, и психологическому сопровождению, и спортивным всевозможным мероприятиям. И наш лозунг – это «В здоровом теле, здоровый дух» мы за здоровый образ жизни. Спасибо. 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 Спасибо.